Если ты не красивый, я не могу тебе красиво снять, хоть бы как ты хотел. Что там, показы? Что ты, подожди? Что ты смешаешься? Что животных делал? А что ты, одни эти рубашки снимаешь видео? А, ты специально надеваешь эту рубашку, чтобы худее казаться на видео, я понял. Мелкую клеточку, чтобы худее казаться. Хей, тринь. В общем, я хочу приготовить фаршированный перец по новому рецепту. Все у меня чисто, все стерильно, все помыто, все вымято. Показывай людям, чтобы ты тут есть. Я хочу сделать вот из такой капусты, смотрите. Она как будто бы грудь женская. Она хорошо заворачиваться. Она будет не то, что заворачиваться хорошо, она будет очень хорошо заворачиваться. Так, для начала, нам надо, знаешь, что сделать? А почему одна, а не две капусты? Моль полетела, вон она, вон. Где? Вон, вон. Блядь, сука ты такая. Резитная, блядь. Ну что, откуда она летит? Откуда она летит? От сюда она вылетела, где-то тут была. у меня значит килограмм мяса где-то килограмм 100 свинина и говядина я хочу сделать сам парк для этого мне надо быстро первым делом сделать рис поставить рис круглозернистый 800 грамм хата добра хата до полу готовности вот так водички ставим сюда сразу так дальше надо прикрутить мясо я не мой моя мясо слезть или полка суммыть надо вообще-то тут или сказать кто-то ведь сказал даже магазин как это оно должно пройти термическую обработку а готовится она не будет прекрасное мясо нарезанное мясниками чего думать чей в лес ильпо это значит говядина коля ничего не потемнело зачем ты так делаешь давай крутой крутой мастер-шеф ты крутой куда будешь крутить у меня миска уже стоит куда я буду крутить нажимай включать тоби ты неровно поставил сейчас отпадется мясо хорошее кстати конечно хорошее а чё оно не вылазит а о лиза ты собираешь мясорубку чё-то я должен не собирать ты как повар должен проверять как повар должен проверять вредитель ты вредитель ты вредитель катаны ма все вымыто все чисто кто-то тут 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 то у нас садить если что ну и не садить ну пока чё им додолиста о теперь хорошо идет понимаешь что ты собрал неправильно мясо не доброе мясо не доброе ты купил не хорошие маско то доброе я простоTa что не хочет vê нормальноita не нормально что я сделаю тебе потому что и за тебя что я могу сделать что я могу сделать вечно попроси что-то когда-то сделаешь делай так что потом переделывает после него прилетели буслики бачишь дивися жила твои все остались на вертушке без толочки попроси что-то сделать на херан и что я могу делать это ты готовы что ты девись что ты хочешь так мясо круты в томасу сделал собрать мясо когда я круты в мене все нормально было нормально потому что я собираю мясорубки поэтому тебе было нормально а что это не моя мясорубка я не научился их складать нормально ты что-то вообще научился тебе вечно когда готовишься через строку ты не заметишь нет когда я готовлю я за тебя отвечаю тебе не через строку поставка 3 лисо 2 большие сколько литров и к и литраж вот эту так думал я сделаю хорошо вот так ты сделала уже мясо ты так и мясо делаешь вот именно что только на то что ты захотел на голубцы время надо сомать значит нормально вот так должно быть нормально сколько водички надо больше скажешь когда что а шош линит также не за это лизу видишь это мясо такое платы а крышкой накрывать че не надо кидай сюда капусту внутрь не надо ты знаешь мясо похоже это мясорубка хорошая это похоже на мясо как мы в Коломи и ты куплял помнишь тоже оно так плохо перекручивалось ну так нам это мясорубка так тебе всех плохих тебе все что сделают кроме тебя одного ладно я дурак все плохие вокруг один ты хороший это мясо с прожилками такое просто косточки если я людям покажу что посмотрите дай дай хай люди побачат не надо да ничего не чувствую не виду твою дивиться гляньте вот на мясе кости да я покажу покажи людям кости на мясе вот говядина с костями и с прожилками вот оно тебе не мелится конечно косточка попала там застряла и все а чё ты не сказал в магазине чтоб тебе покрутили фарш потому что нет фарша так с мяса вот этого для сельпо делаете это мне не сделаю а ты предлагаешь там стоял мужик из мясного и белого они скажут я буду через полчаса крутить фарш давай дуби еще мясорубку слушай это за бляж я же тебе говорю что это мясо и я не а я я я и а я есть вот смотри вот смотрите сверху видеть я не плевал клево бело плево на рассказы смотрите вот я дурак чешу вон под жиром вон для пленка белого смотреть вот это есть пружинки то мясо такое боже так оно все забилось а глянь возьми вилку протолкни вовнутрь так глянь оно забилось в трубе все мясо то оно не проходит так оно в трубе оно не проходит конечно так чистить надо ждать постепенно надо по очереди бросайте на 20 кусков за раз как бы не было перекрутить я абсолютно не насмекался я очень культурный и вежливый человек в отличие от тебя ты только сейчас руки помыть я по локте руки ною по много раз оно и видно почисти нормально смотрите фарш и бачите внутри мясо жилками застрягшим никакие не кусты никакими жилками не слушайте людей которые несвідомы вообще кулинарным искусом а глянь глянь смотрите какие куски с прожилками сталом люди пачкали и вот тут их целая куча есть я сейчас разберу я разберу сейчас мясорубку покажу специально чтобы на меня не клевета не была открыть мясорубку покажи а чё ты любишь правду открыть мясорубку я хочу чтобы люди поделиться прожилки чтобы ты не прикалывался внутри гляньте сколько забитого то что оно и не крутило на килограмм ребята две луковицы почищены чи без шелухой я не знаю я просто первый раз вижу чтобы так резали лук я так вот так не бачил никола я делюсь ты его ножиком резать будешь че надо было перемолоть это значит не полдня просравка мхава лежать тебе машина не хавал называется а я ваш на ваш так значит этот лук да режем миленько можно я покажу людям как лук резать я не могу на это смотреть это ужасно вот это меленько лук режут тыщины до конца подавимся ужас смешно абсолютно шоу сучил как-то так меленько вот меленько как надо семей мать это на мельче да я людям покажу не надо не будешь ты показывать почему на канале почему на канале ключевым понятен я ключево там не люди на канале бачить нормальная клуб риск но вот такое подобие что не знаешь как нормально луковицу разрезать на мелкий вода надо надо нормально фарш так еще мелко это фарш тут не надо я если надо было меньше я мясорубку кинул я голубцы истин не буду а тебе никто не готов я готовлю для госпиталя для госпиталя тем более боже люди видео подавляться как ты робишь буду действовать так она чтобы лишь курячий лапкой работать уже голубки и это мало голубцей шо тут надо хотя бы здоровую кастрюлю огремну сказали ж очень много батончика уже всем раздали в отделение будут давать другие отделения да потому что слишком много и чтобы они не пропадали будут давать и в травматологию самел холодильников так много немало они не в холодильнике в магазине стоят зачем их ставят жарко дуже ну какую-то кладовку поставить короче будут давать еще в одни отделения чтобы ты знал да ну яка разница мне шо просто тишь да и тебя приглашают если хочешь можешь посмотреть походить чтобы ты не думал что что ты забираешь здравствуйте еще что я ревизор ну мало ли все вот так вот так и надо делать понял чтобы ты знал это получается медленько я прям молчу хорошо да молчишь хочешь скажи так лук сюда и шелуху сверху закинь я выкину шелуху я бачил шелуху ну еще я и выкинул еще причепила шелуха и вот очень нужно высох это хорошо и кладку и махи срока это нормально все продуктовые и отходы так дальше тут уже готовы есть на подходе ну что с рисом делать нам промить Саша я казал гляньте шелуха за лукой это ты кинул и скотина Ничего я не кидал, я ничего не кидал, ну действительно она тут была, я не кидал, я не кидал я. Ну зачем, я для людей готовлю, для военных, ну нахера ты такой вот это, так и так гадости пишут. Так я ничего вообще, боже упаси, я нормально все. Рис сюда, ребята, вывалим, вот немножко эти водички будем, ничего страшного, до полуготовности такой рис хорошо льден это должен быть. Он же ж отварится потом. Он уже отварился. Так, дальше, это сюда все, вот по фаршу, больше ничего, я раньше жарил, вот перец добавляю, смотри, перчик, нет, то будет зажарочка. Так, смотри, я добавил туда это, теперь я добавляю туда сухий чесночок. Там хоть моли нема в том чесночку. Ну подивись, ну подивиться, нате, дивиться, где моли. Вот ложечку сухого чесночка. Дальше. Дальше, у меня есть трошки куркумы. Чуть-чуть, вот куркума, это королева специй, хайбудер, она надо. Так, теперь у меня есть, тут мне женщина передавала, за границей. Хорошую паприку. Эта паприка шикарная. Оно все закрытое, смотрите, никакой тут моли, чтобы где она вылетала, нема. Вот, это шикарная паприка, вот сюда ее. Это даст, понюхай ее. Не могу, мы сюда пчихну, будто у меня, когда перца черного много, у меня сразу пчихать хочется. Так, паприка, сушеный чеснок, перец я добавил, да? А соль? И теперь соль, да. А соль сейчас я добавлю, а ты соль, да? За дитерна соль. Мне надо нормально сходить, человеческая. Так, смотрите, соль я на глаз. Вот так. И вот так. Все, все. Так, это я угадал. Теперь моем руки, хорошо моем. Может, не надо руками. Ой, перемолочу ложкой. И вот это все прикрепляю. Первая ложка, она не получится. Бери перчатки одень. А где перчатки? Ну, внизу, там тебе есть перчатки. Вот тут? Такие, Марина тебе давала, такие. Вот, бачи, пищевые. И в перчатках, это ложкой до одного места, оно нормально мешает. Так. Такие перчатки люди надевают на сухие руки, а не на мокрые. Потому что я спешу. Потому что я спешу всегда. А ты постарайся не спешать и медленно. Не спешать? Да. Боже, боже. Ты же перчатки не умеешь надеть, со мной? Я не пробую никогда фарш. Ребятка, фарш своими руками сделаем. Мне кажется, это за богато спецедов. Нет, не за богато. Чего там не богато? Чеснок, чеснок, паприка сладкая. Чего она богатая? Она же не горькая. И чеснок сухой. И все. Что я добавил. Який спец. Смотри. Красиво. Как кебап пахнет. Но эта женщина научила турецкий повар. Она научила меня по ютубу. Такие уже, блядь, передирают. Бачу, такое самое видео одного мужика. Там он одни раз рассказывает. Она брешет, каже, что это она. Ой, такие, блядь, брехливые. А я спиздил в ютубе. Не похуй. Понятно? Да, я раньше не матюкался. Я боялся, ну, как стыдно было, что отпишутся. А сейчас не боюсь. Сейчас же не боятся. Это жутко, блядь. Конечно, с такими занавесками, как трупные мешки. Как ужасно. Это у меня жаризаком. Ужасно. Жаризаком. И она полностью не поднимается и полностью не опускается. Как ее. Так, ладно, это срак. О, все хорошо. Трошки, 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 трошки. Знаете, что? Трошки водички ляпну. Вот чуть-чуть. Чтобы был сочненький фарш. Так, мне надо так, чтобы колбаска была. О, то, что надо. Все. Фарш шикарный. С виноговяжий, с лучком, со специями. На соль пробовать я не буду. О, я только полыжал. Так, смотрим дальше, что делаем. Капуста. Так, это пока в холодильник. Оно не должно быть. Это пока. Трошки. Суп. 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 надо додуматься суп с фрикадельками открыл пачку с мелиной сварил кипяток и сделал фрикадельки ужасно у нас нормально суп у нас нормально суп как положено люди варить то это у тебя через жопу все я бачу как вы варите так оцет наливаем смотрите секретик это я узнал тоже в интернете где-то вот так вот немножко яблочного уксуса когда варится вода закипает и ее надо хорошо посолить эту воду для чего уксус это капуста капуста тогда будет для чего уксус расскажи для чего для того что блестки хорошо сохраняются только что придумал соды что еще томатная паста еще сверху дай сода 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 соды чуть-чуть и вот эта капуста нежнейшая она отправляется вот сюда а качан выбрать с ней черепе надо помыть ну конечно вот ножик теперь надо вырезать эту балду вот так качан кстати ты знаешь что качан очень полезный не знаю казал и полезный потом сказал и вредный очень полезный качан тебе надо съесть его вот так учитесь полностью ты его не дай наше внутри чтобы потом хорошо в тебе листочки шли а вот вы видите остатки остались еще можно заморозить потом в горячую воду засунуть тогда листочки на ночь замораживаешь там что на ночь замораживаешь морозилки потом кидаешь кастрюлю здоровую наливаешь кипятка и сразу и уже не кипятится просто сколько она будет вариться она не варится ой а что тут газ открытый взорвемся к чертову матерь она не варится так мне надо чашка можно аграфином зверху все чистое да а так ты ее запхал просто чтобы листья не подходит конечно что варить буду листья хорошие будут здоровые тут здоровые хорошие голубцы они не здоровые они будут по-другому делаться не так как обычные голубцы ты еще такого не бачил так 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 вот и про одно право цей пропащи ладно почему оставь нормально ну и что там дырка оставь чего пропащи все можно сделать ну и что ты конечно мало я же тебе сказал что два яйца надо ты знаешь что делай бери вот этот большой разрезай по полу листок я готовлю новый рецепт я готовлю новый рецепт не чтобы меньше голубцев а чтобы больше было не имею ввиду меньше маленькие голубцы имеется ввиду будут поняли они такие здоровые лапти потом делается вот так потом эту штучку надо вырезать покажи вот так вдоль этого режется вот это я буду вот так вот заворачивать а круглый вот такие будут типа улиточок так все мама делала моя так все мама моя цитинный рецепт мама так делала улитку и заворачивала там она придумала мама тоже в интернете нашла а ты залезаешь я не в маму я в другой жизни я улитки не хочу я хочу нормальную голубцы это не тебе хочу мама твоя приедет тебе звара голубцы а и 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 Я разверну, уйди. Дивись. На. Что ты делаешь? Попал просто. Дай, ну, дай я разверну, ешь курицу свою. Коля, не надо так, ты никого маешься, стекай на все. Ну, чем ты так делаешь, дяди? Чтоб люди подавились, как ты жуешь и робишь. Цел кадр должна попадать. А теперь, хай куколки скажут, понравилось бы им, как бы им так делали. Вот они кажут, что, там, як ты, Коля, его терпишь? А тут скажи, а як бы вы это терпили? Что? Ну, як, что? А что? Так вот, ты издевался над ними. А как я издевался? Над кем я издеваюсь? Ну, как бы ты над куколками вот так делаешь. Просто ты делаешь, видишь ошибки, какие ты делаешь? Качан полностью не разрезал, не вытащил с середины. И теперь тебе приходится это в конце делать. С горячей капустой. А если бы ты додумался это быстрее сделать, то быстрее бы листья шли, понимаешь? Я только по факту и по существу тебе хорошие лайфхаки показываю, чтобы ты понимал на будущее. И капусту разобраться, и как бы лук ризать. Я тебе даже живу лет до 40-х годов без твоих лайфхаков. Я не знаю. Лайфхаков, а не лайфхаков. Лайфхаков. Ты пока голубцы зробишь, пів кухни застрешь. Тебе тут надо по три женщины, чтобы кухню за тобой вымивали. А я с детства этим славлюсь. Я когда на бригаде работал, он в тракторной. Когда баба приходила и сказала, я психанула и ушла. Кажа, я не буду с ним работать. Так праведно, все ж ужас. А как ты думаешь? Она приходит на 9, а у меня в 7 завтрак. В 7.30. Я кормлю людей завтраком в 5 утра. На кухне должна быть чек-то, да. И вот они только позавтракают. В 8, в полдевятого она приходит. Ну и что? А у меня еще, конечно, тесто после вареников на столе. Мука разбросана. Там этого не видишь, нет? Что ты загалкаешь? Это смешно просто наблюдать. Это ужасно просто. Честно. Ты в тракторной бригаде тоже так завтраки готовил, да? В тракторной бригаде такого не было. Я себе представляю, что ты там делаешь в тракторной бригаде. Я еще тогда так не умею готовить. А что ты готовил? Гемно. Гречку с тушенкой варить. Макароны по вкусу. А, то хиба шо там зробить? Ума багато не надо. Макароны сварить та фарш закинуть. Ну ты делай маленький. Роби, конечно. Будуть красивенькие, да? Такие провары больше, чтобы они... Так, теперь... Пока.